Валютный рынок 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 банки увеличивали, наращивали кредитование, это приводило к какому-то положительному исходу. И как бы видно, да, то, что если мы говорим о монетарной политике, то это вот больше из оперы стимулировать или дестимулировать, да, если мы понижаем ставку, это стимулирует там кредитную активность, если мы повышаем ставку, это дестимулирует участников кредитовать агентов в экономике. В свою очередь макро-пруденциальная политика, это политика, которая накладывает, ну, создает какие-то ограничения, либо ослабляет какие-то ограничения. Так вот, если представитель ЦБ у нас заявляет, что макро-пруденциальная политика и стандартный проденциальный инструмент, они являются первой линией обороны против нестабильности на финансовых рынках, это означает, что акцент ФРС в управлении и предотвращении финансовых пузырей, он смещается именно на то, чтобы не создавать условия для роста пузырей, а наоборот, монетарная политика пусть сделает свое дело, но другая часть обязанностей ФРС, она будет пополняться средствами, мерами по контролю вот этих пузырей. То есть будет создаваться больше ограничений, барьеров для того, чтобы на финансовом рынке участники брали меньше на себя риск, не гнались за доходность, для этого будут создаваться накладываться какие-то ограничения. То есть теперь монетарная политика будет вовсю, получается, преследовать инфляцию и не будет ограничивать ее потенциал, будет давать реализовываться ее потенциалу и при этом у нас ФРС будет активно работать, получается, над тем, чтобы ограничивать участников рынка в том, чтобы они как бы избыточный риск на себя брали. И поэтому из этого как бы логично следует, что вся критика про то, что вот низкие ставки, что критичное смягчение, это все создает вот угрозу перегрева на рынке, это все создает угрозу роста, разрастания дальше, да, вот надувания финансовых пузырей. Эта критика, она сейчас может идти мимо, потому что так как ФРС у нас заменяет концепцию по таргетированию инфляции, он, скорее всего, также будет менять или значительно модифицировать концепцию предотвращения финансовых дисбалансов в пользу вот движения к макропротенциальной политике, в пользу более активных ограничений, а не наоборот предотвращения вот этих, предотвращения создания этих условий для роста финансовых пузырей. Это вот очень важное отличие, это вот очень тонкий момент, который нужно иметь в виду, да, вот думая о том, что если ФРС активно снижает ставки, а задумывается ли он о контроле над управлением финансовыми пузырями? Да, задумывается, но он меняет концепцию. Скорее всего, у нас теперь будет, акцент будет смещен именно на ограничения. Так вот, пока у нас ФРС думает, как же все-таки убедить рынки, какие наложить ограничения, какие барьеры создать против избыточного роста фондового рынка, да, у нас монетарная политика, как мы видим, вовсю пытается преследовать инфляцию, и в моменте, да, вот краткосроки она увеличивает расположенность к риску. Сейчас вот создается вот такое некоторое окно, в котором вот этот риск может, можно, ну, безопасная возможность погони за доходность, как раз таки потому, что монетарная политика работает вовсю, ограничения пока еще не созданы. Так вот, вот эта позиция, она позволяет сейчас предполагать, что доллар у нас еще, его снижение еще далеко от завершения, если же, конечно, другие центральные банки у нас не выступят с какими-то контр-комментариями, например, вчера у нас главный экономист банка, европейского центрального банка у нас Филипп Лейн, значит, он заявил, что курс евро-доллара очень важен для монетарной политики, и как бы это налицо, ну, конкретная, да, вот такая вербальная интервенция, намек от чиновника ЕЦБ, что будет контролироваться курс евро, они дадут ему сильно вырасти, и в этом свете перед, получается, заседанием ЕЦБ в сентябре уровень 1.20 у нас по евро-доллару он становится такой надежной, получается, поддержкой именно перед заседанием, поэтому видим такие активные продажи вот здесь от трендовой линии, после вот этой пробоя, получается, трендовой линии, которая у нас ведет рост дальше евро-доллара к отметке, к этой трендовой линии он прекратился, да, вот здесь произошел отбой, и это вот еще раз нам дает понять, что пока, несмотря на то, что уклон в сторону снижения доллара, да, склонность доллара дальше падать сохраняется, пока вот наступает такой момент, участники рынка ждут, что скажет ЕЦБ на заседание, а в частности, по поводу того, что он собирается делать с избыточным ростом евро, но как бы цикличная природа евро, то есть большая чувствительность евро к цикличным изменениям в мировой экономике, и плюс вот эта позиция ЕЦБ, ультрамягкая, ультраглубинная позиция ЕЦБ, она все-таки сохраняет сейчас покупательский интерес к евро-доллару достаточно сильный, просто сейчас, видимо, требуется вот такая передышка, и все равно, как бы, уровни в 1.18, может быть, чуть-чуть ниже вот здесь, да, они, вот уровни вот на этой поддержке, они были достаточно привлекательны, на мой взгляд, уровни для покупки евро-доллара, несмотря на такую активную коррекцию получается. Также для евро было большим разочарованием, это выход вчера данных по потребительской инфляции, если вы следили за экономическим календарем, у нас вот такие вот очень неприятные цифры за август вышли, у нас, давайте посмотрим базовую, да, базовую инфляцию посмотрим, значит, она у нас сократилась на целых, точнее, сократилась до 0,4% в годовом выражении, у нас прошлое значение было 1,2, сильно, получается, отстало от прогноза базовой инфляции, и, естественно, участники рынка закладывают вот эти же данные, это также, это большой вызов у нас для европейского центрального банка, что же он как бы скажет по поводу вот такого сильного замедления инфляции, это, несомненно, вызов, на который нельзя реагировать. Сегодня у нас данные появились по розничным продажам, получается, в Германии, если мы посмотрим, сократились они у нас в месячном выражении на 0,9% против положительного такого прогноза, это также вот дополнительное давление на евро, создает, вот, позволяя вот весь сегодняшний день провести в коррекции паре евро-доллар. Также доллар, вчера у нас поддержали данные, получается, по производственной активности, они у нас вышли вчера от рассчитавых агентства института ICM, вышли они у нас чуть больше, чуть выше, получается, прогнозы, и очень положительным сигналом стал рост именно новых заказов, значительный рост. Более чем 60% фирм доложили о том, что наблюдается у них рост новых заказов, и это значение, вот эта доля фирм, которая сообщила о росте заказов, ну, это максимальное значение, получается, у нас с 2004 года. И это очень, конечно, сильные данные, говорят о том, что производственный сектор у нас растет, не смотря вот на все опасения, получается. Что касается занятости, то вот это единственное слабое место у нас производственного сектора США сейчас, которое разочаровалось, естественно, на рынке, там у нас рост субиндекса, получается, занятости составил незначительные два пункта, вырос, получается, индекс с 44,3 до 46,4. Это ниже 50%, ниже 50 пунктов, это разделительные черты, которые разделяют экспансию, да, и получается замедление, и говорит о том, что у нас продолжается, получается, увольнение в секторе. Если мы говорим об индексах активности, то они у нас показывают, какая доля фирм из общего числа опрошенных сообщили об улучшении или ухудшении какого-то параметра, получается, активности по сравнению с именно предыдущим месяцем. Естественно, у нас после локдаунов выразовался эффект низкой базы, да, потому что сильно у нас ухудшилась активность, естественно, последующий рост по сравнению с вот этим дном, он, естественно, будет положительным, фирма будет докладывать со снятием ограничений, что активность растет, что новые заказы растут, поэтому данные у нас положительные, но все равно август был очень противоречивым месяцам, потому что с потребительской, с фронта потребления поступили негативные сигналы, и вот ожидалось, что производственный сектор потратит это. Но, как бы, не тут-то было, да, и это вот был очень большой сюрприз для доллара, который также позволил продолжить коррекцию, развить этот обычай моментом, да, который мы сильно наблюдаем. Но все равно по евро-доллару картину у нас тенденция остается восходящей, как бы, объясню, почему. Вот этот макрофактор в виде позиции ФРС вряд ли даже ГЦБ догонит в плане вот этой глубины, в плане мягкой риторики доллар, поэтому, ну, коррекция, получается, у нас должна произойти было рано или поздно по доллару, потому что, ну, вот очень было такое затянутое здесь снижение, и вот в этом контексте видно, что коррекция у нас небольшая вот здесь, незначительная, да, она не уступает по масштабу вот этим коррекциям, получается, это в нормальном виде то, что происходит. Но вот этот макрофактор ФРС, скорее всего, он позволит дальше реализовываться продажей доллара, поэтому, на мой взгляд, стоит искать точки входа для дальнейших продаж доллара. Вот, на сегодня у меня все, это все, о чем я хотел рассказать, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, вы можете так меня обдарить и стимулировать дальше писать для вас статьи и делать видео. Если у вас какие-то есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь их задавать. Всего доброго, торгуйте в профит.